Ухоженный центральный фасад, полисадники, чистые уютные коридоры и, наконец, гордость любого учебного заведения. Кабинеты светлые и просторные. В стенах нового учебного заведения чувствуется рука мудрого руководителя и настоящей хозяйки. Речь идет о директоре Елене Будлаевой, которой 1 сентября торжественно вручат символический ключ от дверей школы-сада номер 10. Сегодня в учебно-педагогическом комплексе приготовления к 1 сентября вышли на финишную прямую. Полным ходом идет сборка мебели, шлифуются паркет в актовом зале и других кабинетах. Сегодня там практически завершены все отделочные работы. На 97% выполнены работы по благоустройству территории детского сада. Мы, как заказчик, еще и производим закупку необходимого оборудования для оснащения этой школы-сада. Парты, кроватки, одеяло, наволочки, подушки. Вот это все сегодня уже идет практически, в основном масса уже закуплена. Идет сборка этой мебели, кроваток уже непосредственно там на стройке. То есть практически отделочные работы завершены. Уже готовится к открытию. В любом случае к 1 сентября этот объект будет функционировать. Школа-сад рассчитана на 471 место. Из них 150 на дошкольников и 321 на учеников начальных классов. В новом учебном заведении 16 современных кабинетов. Библиотека, актовые спортивные залы, кабинет для занятия музыкой, бассейн, компьютерный класс. Словом, все необходимое для комфортного и качественного обучения детей. Особый интерес представляет цветовое решение. Каждый этаж, учебный блок, коридор и класс имеют свою гамму. Фиолетовый и лиловый, зеленый, синий, оранжевый. По словам Елены Николаевны, это делалось специально для того, чтобы детям было комфортнее и веселее учиться. Там яркие, красочные цвета. Потому что наши малыши, они должны идти к нам с удовольствием. И каждое утро хотеть идти. Мы благодарны тому, что руководство города, нашего района и Строитреста номер 8 откликнулось на нашу просьбу именно помочь нам создать вот такую цветовую гамму в учреждении. А помогали мне в этом сотрудники Брестского проектного института. Кстати, школа-сад номер 10 построена по плану учебно-педагогического комплекса Ясли-сада номер 6 на улице Локтионова. Поэтому внешние здания идентичны. Более того, в новой школе также будет обустроена площадка по обучению детей правилам дорожного движения. Уже сегодня во дворе школы-сада установлены малые архитектурные формы. Летние террасы оборудованы мини-стадион с искусственным покрытием и беговыми дорожками. А также гимнастический комплекс. Кроме того, здание учебного комплекса построено по принципам безбарьерной среды, предусмотрены пандусы. Интересен тот факт, что при благоустройстве территории школы-сада строители почти полностью сохранили уникальность данного ландшафта. Мы постарались сохранить вот эти сосны, березы, которые на территории, и они остались. По максимуму было принято меры для того, чтобы по максимуму сохранить то, что было, выросло еще 10-15, а то и 30 лет назад. Ну, там хороший. Хороший микроплит для хороших детей, которые там будут в детском саду и в школе учиться. Всего на строительство новой школы-сада было выделено порядка 85 миллиардов рублей, что позволило построить современное по всем параметрам и оригинальное учебное заведение. Кстати, родителям на заметку, набор учащихся в новое учреждение образования все еще открыт, поэтому тем, кто выбрал именно этот учебный комплекс, следует поспешить с подачей документов. 1 сентября не за горами.